Таблетки Дексанал – это нестероидный противовоспалительный препарат, оказывающий обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Показания. Применяется при мышечно-скелетной боли, слабо или умеренно выраженной, альгодисминарии, зубной боли. Препарат предназначен для симптоматического лечения, уменьшения боли и воспаления на момент применения. Как принимать курс приема и дозировка? Препарат Дексанал принимают внутрь, во время еды. Одновременный прием пищи замедляет всасывание декскетопрофена, поэтому в случае острой боли рекомендуется применение препарата не менее чем за 30 минут до приема пищи. В зависимости от интенсивности болевого синдрома, рекомендуемая доза для взрослых составляет 12,5 мг. Половина таблетки Дексанал, каждые 4-6 часов. Или 25 мг, одна таблетка Дексанал, каждые 8 часов. Максимальная суточная доза 75 мг. Препарат не предназначен для длительной терапии. Курс лечения препаратом не должен превышать 3-5 дней. Пациентам пожилого возраста следует принимать препарат, начиная с минимальной рекомендованной дозы. Максимальная суточная доза составляет 50 мг. В случае хорошей переносимости могут применяться дозы, рекомендованные для общей популяции. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой или средней степени тяжести следует принимать препарат, начиная с минимальной рекомендованной дозы. Максимальная суточная доза составляет 50 мг. Применение препарата Дексанал у пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени противопоказано. Противопоказания. Гиперчувствительность к декскетопрофену, другим компонентам препарата и другим нестероидным противоспалительным препаратам. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и оклоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противоспалительных препаратов, в том числе в анамнезе. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Желудочно-кишечные кровотечения или перфорации в анамнезе, включая связанные с предшествующим применением нестероидных противоспалительных препаратов. Желудочно-кишечные кровотечения. Другие активные кровотечения, в том числе подозрения на внутричерепное кровоизлияние. Воспалительные заболевания кишечника, болезнь крона, язвенный колит в стадии обострения. Печёночная недостаточность тяжёлой степени тяжести, прогрессирующие заболевания почек, подтверждённая гиперкалиемия, период после проведения аортокоронарного шунтирования, тяжёлая сердечная недостаточность, геморрагический диатез и другие нарушения свёртывания крови, возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности, беременность и период грудного вскармливания. Специальные указания. Нежелательные побочные эффекты можно свести к минимуму при применении препарата в наименьшей эффективной дозе при минимальной длительности применения, необходимой для купирования болевого синдрома. Риск возникновения осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта повышается у пациентов с язвенным поражением желудочно-кишечного тракта в анамнезе у пожилых пациентов при увеличении дозы нестероидных противоспалительных препаратов. Поэтому применение препарата у этой категории пациентов следует начинать с наименьшей рекомендованной дозы. В связи с возможным появлением головокружения и сонливости в период приема препарата, способность концентрации внимания и быстрота психомоторных реакций у пациентов могут снижаться, особенно в первый час после приема. Поэтому в период применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Не применять препарат по истечению срока годности, указанного на упаковке.